...последовательных исследований на первый план, тема, связанная с вписыванием познающего субъекта в социальный контекст, понимание его познания и развитие его познания чрезвычайных людьми с другими людьми. Это действительно очень сильный рост работ в 2000-х годах и далее. Татьяна Николаевна Котова из Академии Народного Хозяйства и Семеновского Служболгыни, некоторые из РФДУ, некоторые из МФПУ, отовсюду понемножку, будет рассказывать о современных мировых и своих собственных исследований. Здравствуйте, коллеги. Я хочу начать, собственно, с темой социального обучения. и поместить ее в контекст и рассказать, как она сейчас видит, как она сейчас растет. Эти термины сейчас в основном обозначают круг влюблений, к которому интерес возник, в принципе, из двух основных направлений в области когнитивного развития. То, что сейчас изучают области когнитивного развития социального и социального научения, оно структурировалось и структурировалось под влиянием двух главных вопросов. Один вопрос связан с поиском механизмов адаптации ребенка к окружающему миру, к тому, как мир устроен, да, то есть социальное научение, как возможность ребенку узнать, как жить в этом мире, как удобнее, как эффективнее, как легче приспособиться. Понимание кулезальности, категоризация объектов, понимание и знание названия объектов, как части окружающего мира и возможность адаптироваться к этому окружающему миру. С другой стороны, интерес к социальному научению существующего его понимания возник из противоположного, буквально, конца, да, противоположного вопроса, вопроса, связанного с тем, как ребенок понимает другого человека, как ребенок понимает психику другого человека и других людей в целом, как ребенок может распознавать намерения, распознавать знания другого человека, как ребенок может понимать правильное и неправильное знание и различать между собой, предпочтение другого человека. Все это тоже внесло свой вклад в понимание социального научения. То есть когда мы смотрим на то, как ребенок или взрослый получает новый опыт, использует его в дальнейшем из поведения другого человека, то у нас одновременно происходят два процесса. Процесс обучения, в принципе, нацеленный на то, чтобы обучающийся действовал более эффективно, то есть лучше учитывал устройство окружающего мира. И процесс понимания другого человека, который вообще-то нацелен на то, чтобы максимально учитывать уникальность этого человека, максимально четко понимать, в чем этот человек отличается от всех других. И в этом смысле в последние, может быть, 10-20 лет, особенно остро начинает возникать вопрос о противоречивости критерия качества для социального научения. То есть если мы с вами говорим, что один и тот же процесс, когда один человек смотрит на то, как своей цели добивается другой человек, и он учится у него добиваться такой же цели, подчинен одновременно пониманию того, чем этот человек отличается от других людей, и одновременно пониманию того, почему этот человек действует именно так, и как было бы эффективно действовать, то все это хорошо до момента, пока тот человек, на которого мы с вами смотрим, действует эффективно. Тогда эти две цели похожи, они в общем сливаются. Противоречие появляется в тот момент, когда тот, на кого обучающихся смотрит, начинает вести себя неэффективно или уникально, в соответствии просто с, собственно, неожиданно пришедшим ему на ум желанием. Так? А в таком случае получается, что если социальное научение предназначено для того, чтобы научить наиболее эффективное действие, то тогда мы должны учитывать вариации, связанные с физическими или гемическими, или разными другими законами реальности, в соответствии с которыми влияние индивидуальных предпочтений, индивидуальной осведомленности не должно относить никаких колебаний. Это главный принцип, по которому происходит обучение законам реальности. Мы должны покатить вариации, связанные с индивидуальными различиями. А с другой стороны, если социальное научение предназначено для того, чтобы понимать другого человека, то тогда, наоборот, именно эти вариации для нас выступают на первой плане. Именно эти вариации, различие одного человека от другого, различие знающего человека от другого, различие злого человека от другого, для нас получают первое значение. Мы именно на них начинаем обращать внимание. Но, тем не менее, социальное научение, как процесс, существует, несмотря на все противоречие этого предпочтения качества. Оно происходит, и это означает, что мы что-то где-то недопонимаем, или, может быть, передергиваем, да, в своих интерпретациях. Давайте попробуем понять, что. И сделаем это вместе с несколькими исследователями из очень разных областей когнитивного развития. Потому что, если мы будем смотреть на процесс социального научения в рамках одной области, да, речевого научения, или эмоциональное развитие, или обучение инструментальное, то мы, вполне возможно, примем за характеристики социального научения то, что является свойственным именно этой области. А наша задача все-таки сегодня, вопрос поставлен так, чтобы понять, что свойственно социальному научению как процессу, да. И для примера, для того, чтобы еще раз увидеть то противоречие, о котором я говорю, мы с вами попробуем смотреть на усвоение нового слова. Уже сама по себе эта процедура усвоения названия объекта, она содержит в очень большой степени то противоречие, о котором я говорю. Потому что, когда мы говорим о названии объекта, о названии объекта, то, с одной стороны, для ребенка маленького, который входит в культуру и растет сейчас, это, конечно, часть окружающего мира. Взрослые устойчивым образом называют шкафы шкафами, стулья стульями, столы столами. И большинство взрослых, в большинстве ситуаций, в общем-то, не ссорятся по поводу того, считать ли этот стол столом или не считать. Ну так, 80% случаев, так? А значит, это, в принципе, черта окружающего мира, по отношению к которой было бы неплохо адаптироваться, было бы неплохо знать, что называть столами, что называть шкафами, а что называть стульями. А с другой стороны, многие слова являются достаточно ситуативными. Например, скажем, для меня сейчас, это не просто что-то черненькое, а это ноутбук, да? Или возможность делать слайд, если вот этот сейчас сломается, да? Или возможность, скажем, занять кого-то, кто-то не хочет слушать лекцию, каким-нибудь другим интересным делом. И я могу в соответствии с этими своими индивидуальными задачами, этим своим индивидуальным представлением о реальности, назвать эту штуку, по крайней мере, ну, дремя вот сейчас перечисленными, но словами. И в этом смысле слова, это, конечно, моя индивидуальная особенность. То, как лично я назову сейчас лично этот предмет, это, безусловно, моя индивидуальная особенность. И поняв то, почему я называю его черненьким, или я его называю игрушкой, или я его называю помощником, вы поймете меня, прежде всего, с моими задачами, с моими целями, с моими индивидуальными особенностями, отличающими от меня от многих других людей в этой аудитории. Так когда ребенок усваивает новое слово? Можно закрыть? Когда ребенок... Нет, я не говорю про солнце. Ничего, ничего. Ну ладно. Когда ребенок усваивает новое слово, имеет ли он дело с частью реальности, по отношению к которой нужно нивелироваться индивидуально? Или он имеет дело с индивидуальной особенностью, то есть некоторой чертой этого конкретного человека, которая помогает понять этого конкретного, в отличие от всех других. Это во многом отражается в такой особенности слова, которую мы уже скользко упомянули сейчас, как конвенциональность этого слова, то есть разделение этого слова множеством людей, принадлежащих к этой культуре и этому языку. Все люди, независимо от того, были ли они в этой аудитории сейчас, или они войдут сюда в сию секунду, поймут меня, когда я скажу, садитесь вот за этот стол, пожалуйста. Слово «стол» знакомо и понятно всем людям. Считает ли ребенок, усваивающий новое слово, что слово «стол» является знакомым и понятным для всех людей вокруг него, ну, по крайней мере, в рамках этого языка, говорящего на этом языке. Или он так не считает. И он считает, что если этот взрослый произнес слово «стол», то только этот взрослый знает, что вот эта штуковина называется «стол». Если это слово новое, необычное, да, такое, которое никогда не произнесло. Пример исследования на эту тему – это работа Недфорнеса и Этьюнг, которые показывали ребенку довольно хитрые условия, несколько коробочек, и взрослый говорит, «Я очень хочу найти Тигу». Нет, не Тига. Нет, здесь тоже ее нет. О, Тига, здорово, замечательно. Вот оно. Все, поискали. Отлично. Потом мы вываливаем все объекты из всех коробочек и просим ребенка, дай мне, пожалуйста, Тигу. Если он после того, как мы заглядывали в коробочки и сказали, что где-то тут Тига, запомнил по отношению к какой коробочке мы сказали, что это Тига, то он вытащит объект, который был в этой коробочке, по отношению к которой мы сказали Тига. Несмотря на то, что мы ему не показывали этот объект и не говорили, что это Тига. Просто вот он играл с нами в эту игру, а вот это Дига. И это замечательно показывает очень широкие возможности маленького ребенка по освоению новых слов. Но вот что интересно. Если просить этот объект, будет не тот, кто говорил, я очень хочу Тигу, о, кажется, здесь Тига, ура, здорово, а другой человек, который только что вошел в эту комнату, ребенок тоже ему подаст. Именно Тига. Несмотря на то, что он услышал слово Тига первый раз, несмотря на то, что он вообще даже не знает, что это слово у него языка и вообще никогда с ним до этого не стал. То есть он автоматически считает это слово конвенциональным, частью окружающего мира, которую знают все взрослые, по крайней мере. Быть может, ребенок в этом возрасте готов научиться чему угодно. И готов с честь что угодно, частью окружающей дисциплиности. Аннет Хендерсон и Сьюзан Грэб не остановились на проведенном исследовании и попробовали сравнить слово в этом смысле с какими-нибудь другими психическими состояниями, психическими актами, которые мог бы сделать взрослый в адрес того или иного объекта. В частности, вот в этом исследовании 2006 года они делали все то же самое. Ой, я очень хочу найти какую-то очень нужную мне вещь. Я очень хочу найти кое-что для меня очень важное. Нет, это не здесь. Нет, это не здесь. О, то, что я ищу здесь. Как же я хочу эту штучку взять. Какая она замечательная. Вытаскиваем. Что я хотела взять? Что мне нравится? Что я хочу найти? Ребенок этому взрослому подает тот объект, который лежал в коробочке, про которую взрослый сказал, что там находится то, что он хотел. Но если войдет какая-нибудь другая тетя, которая не была в этой комнате в тот момент, и скажет, дай мне, пожалуйста, что я хочу найти, совершенно справедливый ребенок растеряется и либо ничего не подаст, либо будет подавать случайным образом. Самое объектное. То есть желание взрослого не является конвенциональным, а слово является. Во мнении других исследований было показано, что просто случайным образом произносимые звуки не являются конвенциональными. Что улучшить... Ну, что, в общем-то, в разных условиях ребенок ведет себя слегка по-разному, но в общем и целом получается, что слова – это особая реальность, которую ребенок готов признавать за конвенциональным. Но у нас с вами тогда вроде бы должен сложиться вывод. Социальное научение, по крайней мере, из отношений слов устроено так, что ребенок учится словам так, как будто бы они являются частью окружающей действительности, неким знанием устройствия мира как такового. Но мы в самом начале уже заговорили о том, что множество ситуаций, с которыми сталкивается в реальной жизни маленький ребенок, устроены так, что нельзя принимать эти слова за сведения об устройстве окружающего мира. Если они будут так восприняты, то начнется полная катавасия. Тогда мы будем считать симпатичным все-все-все или ничего, потому что один называет симпатичным все-все-все, другой называет ничего. Тогда мы будем считать бабушкиными или дедушкиными все-все-все вещи, потому что недавно кто-то назвал бабушкиной вот эту чашку, а послезавтра бабушкиными назвали тапки, а послезавтра назвали халат, или в то же время точно этот же халат девушки, ну, дедушкиным не назовут, но не назовет бабушкиным какой-нибудь другой человек. То есть существует ситуативное словоупотребление, и существуют слова, предназначенные для выражения эмоций, или для выражения желающих, или для выражения ситуативного знания или незнания. Как ребенок разбирается в том, о чем сейчас будет речь, если социальное научение установлено как усвоение знания об угрожающей действительности, и увиденное один раз знание должно закрепляться как устойчивое. В рамках разговора об усвоении речи и о механизмах речевого развития достаточно часто упоминается феномен муссинской речи. Его еще называют языком мяль, его еще называют мандрис, его еще называют, ну, множество разных таких названий у него существует. Как правило, это хорошо интонированная, на высоком тоне, эмоционально это заряженная речь, но ее очень важное качество заключается в том, что центральное некое важное для нынешнего момента слово произносится, как правило, несколько раз и подряд. Но не в одинаковых фразах, а в слегка перетасованных, слегка измененных грамматическом или в наборе слов, в отношении набора слов. То есть мы будем набивать, вот Катина каша, сейчас у нас Катя каша будет есть такая каша, сладенько у нас набиваем кашу, кашу Катя, ой, какой вкус народик открывает. И это все поток, который у мамы затолируется, пока она что-то там делает, она никакой не контролирует и он себе работает, пока она о нем даже не думает. Вопрос. Когда речь идет о каше, то слово каша будет употребляться все время в сопоставлении со множеством разных вполне конвенциональных слов. И все время это будет выглядеть как некое «дай-ка я покажу слово кашу с этой стороны, дай-ка я покажу слово кашу в этом сочетании, дай-ка я покажу слово кашу в этом сочетании. И вполне возможно у нас есть основания для того, чтобы предполагать, что когда взрослый дает ребенку слово как конвенциональную вещь, как конвенциональное знание, тогда он одним образом его употребляет. Когда взрослый дает слово ребенку как неконвенциональную вещь, ситуативную вещь, случайную, то он употребляет его другим образом. В частности, одна из особенностей, которую мы хотели бы изучать, это постановка слова в сопоставлении или без сопоставления с другими словами. Для того, чтобы это исследовать, мы создали искусственные объекты и придумали для этих искусственных объектов искусственные игровые названия. Нам нужна была ситуация, в которой ребенок сможет выразить нечаянным образом слово, которое он узвал по отношению к этому объекту. Ситуация, например, Хендерсон и Грэнн нам не подходила, потому что она предполагала, что мы назовем слово. А нам нужно было, чтобы ребенок назвал слово. Поэтому мы подвешивали объекты на шерму вне пределов его досякаемости, так чтобы он не мог их достать. И потом мы ему говорили, давай поиграем в эти штуки. Какую тебе подать? Объекты, как вы видите, обладают одной хитрой особенностью. С одной стороны, эти объекты имеют очень простую геометрическую форму, часто используемую для игрушек или предметов, с которыми имеют тело в возрасте 2-3 лет, которым 10 лет. Палочка, шарик, колечко, кружочек, кубик, крючочек. С другой стороны, они имеют ясный, хорошо определимый и, в принципе, знакомый двух-трехлетним детсадовским детям, с которыми мы имели дело цвет. По цвету они тоже могут их назвать. А кроме того, мы употребляли эти самые объекты в игре. И в этой игре у объектов были игровые названия. Например, черная галочка была лошадкой, а красный шарик был курочкой. Фиолетовое колечко было чашкой, а розовый кружочек был черепахой. Вы видите, что, в принципе, если бы я вам не сказала, что это была черепаха или чашка, вряд ли можно было бы предположить, что это именно чашка или это именно черепаха. С другой стороны, когда я говорю, давай представим, что это черепаха, ну, большинство детей кивали и радостно соглашались, но те, которые не кивали и радостно не соглашались, все равно как бы принимали их друг как их друг. То есть в этом принципе можно поверить. Именно этим был обусловлен выбор объектов. То есть мы подбирали объекты, которые сходу не вызывают ассоциации с воображаемым названием, с каким-то условным названием. Но с другой стороны, они не вызывают даже, в силу своей простой километрической формы, они вполне согласуются с тем, что именно так. Так вот, эти условные названия были предметом нашего интереса. С одними детьми в рамках одного условия мы играли в игру, которая устроена по принципу сопоставления. То есть мы брали палочку, которая у нас была лошадка, мы брали шарик, который у нас была курочкой, предлагали курочка ищет себе друга, ей очень хочется с тобой подружиться, ей очень скучно, как же ей хочется подружиться. Тут бежит лошадка, она говорит, о, привет, ура, я очень рада, что у меня теперь есть друг, давай я тебя покатаю. Они катаются по горам, а давай я тебя покатаю, ты раз умеешь летать, да, здорово, давай полетай. Отлично, поиграли, все хорошо. Другие дети получали условия, получали опыт, в котором мы играли примерно то же самое время по длительности и примерно то же самое количество раз употребляли слова курочка и лошадка, но игра была раздельная. Вот лошадка, она скачет по горам, и гу-го, какая я довольная лошадка, покорми меня овцом, пожалуйста, вот я устала, пойду, полежу, вот там и так далее. Вот курочка, она хочет кушать по боку и так далее. Отдельные игры, не связанные друг с другом. Или связанная игра, в которой объекты вступают в отношения с друг другом и слово употребление постоянно устроено, как лошадка с курочкой, курочка с лошадкой, лошадка катает курочку и так далее. В результате, после того, как мы эту игру производили, основной экспериментатор говорил, что ему нужна агентина немножечко и заходил в комнату ассистенции. Ассистент здоровался с ребенком, немножечко играл интерференционными игрушками, потом поднимал глаза на Ширману, на которой висят основные экспериментальные объекты и говорю, ой, давай зайти поиграем. Что тебе подать? Я оказалась, что те товарищи, которые получали новые слова, условные слова употребления без функциональной связи между объектами, они считали, что новое слово является неконвенциональным, и тот новый взрослый, который пришел, его не знает, и просили подать палочку или шарик, красненький или черный. А те дети, которые играли с функциональной связью между объектами, исходили из того, что новое слово является конвенциональным, то есть новый человек, который вошел только что в эту комнату, но не участвовал в этой игре, считает его, знает его, пользует свинь и поймет их, когда они попросят лошадку и курочку. На наш взгляд это говорит о том, что даже по отношению к условным наименованиям употребление их в сопоставлении друг с другом показывает ребенку, что речь идет скорее о какой-то устойчивой структуре, немного похожей на слова, немного похожей на, ну, забудем мне позволить сказать громкое слово, язык. То есть нечто, что существует до того, как им начали пользоваться, помимо того, как им начали пользоваться, и разделяется всеми, кто умеет им пользоваться. А если мы слышим слово употребление по отдельности, то это просто ситуативная особенность этого конкретного человека, то, что ему из брелок было, то, что ситуативно отражает его существующее состояние, то, чему не надо учиться. Вот. На наш взгляд это приводит к некоторому выводу, ну, в общем, я думаю, что есть время, будет четыре кусочка с вопросом, да? Есть возможность задать какой-нибудь вопрос. Главный вывод, к которому я хочу прийти, это вывод о том, что условия социального взаимодействия действительно-таки модерируют характер знания, которое будет усвоено в результате социального научения. То есть сам характер того, что происходит между ребенком и взрослым, или между двумя взрослыми людьми, подсказывает косвенным образом намекает на то, о каком знании идет речь. О том знании, которое является свойством окружающего мира, или о том знании, которое является индивидуальной особенностью данного конкретного человека в данной конкретной моменте. Вот. Все, я беру вопрос. Да, все-таки мы хотели бы в нашем замечательном докладе вот что уточнить. Мы же говорили не только слово «курочка» и «лошадка», когда мы во втором условии эксперимента соблюдали. Мы же окружали слова «курочка» и «лошадка», слова-то уже известны для ребенка и ранее. В чем тогда разница между, когда «курочка» и «лошадка» были вместе, в окружении слов, и когда они были отдельными, мы тоже в окружении слов. Почему другие слова не выступали как бы такими же в рассказах? Да. А на мой взгляд, все-таки разница именно в том, вот примерно как здесь видно, да, что когда мы говорим, вот Катина каша, кашу сейчас Катя будет кушать. Какая каша для Кати? Вот слово «каша», например, здесь употреблено и в одном падеже, в другом и третьем. Да, то есть мы не просто окружаем, а мы еще и немножечко варьируем и ставим как бы, ну, в разный характер отношения. То каша – это объект, над которым производятся действия, то каша – это то-то, что характеризуется. А «лошадка», то ее кормили, то она скакала. В чем? А потом она надо. Да. Но здесь тогда вот какая тонкость еще. Конечно, нужно все время держать глаза по отношению к этому исследованию, что речь идет не просто об усвоении нового слова и его связи с объектом, а об усвоении условного наименования. Здесь у нас вот, к сожалению, не абсолютно новый объект, по отношению к которому ребенку приходится усваивать не то, какие объекты как называются, а у какого объекта какая роль, какой воображаемый статус, да? То есть, у этого что-то тогда другие? Деяльную разницу в словесном оформлении первой серии и второй серии, да? Да. И не только я ее вижу, ее видеть. Да, но вот, я не знаю, может, все это поняли. Ну, то есть, смотрите, получается, что другие слова, конечно, существуют, и по отношению к ним лошадка и курочка ставятся в какие-то отношения, но это не те новые слова, как будто бы ребенок усваивает некие новые слова. Вот в случае, когда функциональные связи есть, он понимает, что А меня учат нового словаря. А когда связи нет между ними, между вот этими реальностями, между теми новыми, которые меня учат, вот этими новыми единицами, тогда он думает, нет, это что-то случайное, здесь никакого словаря за этим нет. Как-то вот так, я говорю. А они таймерские слова одинаковые? Ну вот что? Да-да-да, мы так же выделяли, да, они выделяли. У них был настоящий вопрос. А кто-кто из вас понимает? У них был настоящий вопрос. Вопрос вот какой. Вы сказали, что в обоих условиях продолжительность игры на стадии обучения была примерно одинаковой. А частотность употребления конкретно слов «курочка, лошадка» вы подсчитали? Да, мы их не считали, но она, конечно, немножко флуктуировала, но я надеялась. Незначительно. Насколько незначительно? Ну, скажем, мы употребляли семь-восемь раз одно слово в каждой сессии. То есть вот семь раз курочка, семь раз лошадка. Ну, могло быть восемь, могло быть семь. Ну, хорошо, спасибо. А если вернуться к падежам, то какие, получается, были, то есть чисто лингвистически, какие были различия, кроме того, что в одном случае была курочка и лошадка, а в другом случае была только лошадка. Есть какие-то различия? Нет, там тоже курочка была, просто найдем. Ну, нет, я понимаю, что в одном случае они были вместе в одном тексте, а в другом случае было два разных текста, в одном были только курочки, а в другом только курочка, а в другом только лошадка. Структура, вот вы говорите, были разные падежи. Было курочка с лошадкой, побежали куда-то. Это уже, я так понимаю, что как минимум это можно записать в различие, потому что, когда была... Это главное различие. Поддерж в данном случае был просто метафорой, да? А главное, что когда кулочка с лошадкой убежали, вот тут... Нет, почему поддержка не метафора? Поддержка это не метафора, это вполне... Нет, в моем словом употреблении сейчас, тогда я... Когда вы сказали про Катю Лукашку, там все именно разные подержи. Там были разные подержи. По отношению к моему эксперименту, те подержи выступают как метафора. То есть здесь, в разных подержах употреблено слово Катю, что позволяет нам показать ребенку, что одно и то же слово может поворачиваться с разных сторон, выступать в разных ролях. А в то же время, в нашем эксперименте, да, пулочка и лошадка, когда они вместе там чего-то делали, то они выступали в разных ролях друг по отношению к другу. А когда там по отдельности они у нас что-то делали, то они все время были вот центральные объекты в каждом месте. То есть всегда был ненитийный поддерж. Не-не-не. Ну, хорошо, я виновата употреблю в слово поддерж. Поддерж в данном случае просто обозначение того, что нечто может выступать как бы в разных отношениях. Скажите, а есть вообще транскрипты того, что говорил экспериментатор и в том, в другом? Их можно получить, потому что есть в видеозаписи. А с собой нету. Транскриптов нету, в видеозаписи тоже к собой не забыли. Ну, в общем, можно получить, да? Ясно. Но на самом деле, да. В таком случае, конечно, с лингвистической точки зрения, стоило бы как-то проконтролировать именно на предмет. Потому что я пока вот... Конечно, да, возможно, были различия. Именно что-то с чем-то. Если у вас есть вот такая конструкция с дополнительным старым агенцем, то тогда, ну, я не знаю, на чисто лингвистическом уровне у вас есть различия между текстами. Если найти какие-нибудь другие системные различия, то есть различия устойчиво связанные с нашими уровнями независимыми переменами, и они не войдут вот в эту логику, то это будет побочная переменная, и мы тогда будем выжженно развести руками. Готовы предоставить сейчас. Я перейдите, если посмотрите, еще один вопрос. Если наблюдите, что было бы условие, в котором было условно-игровое название, и какая-нибудь там кукла, явно видно, что это человек, ну, например, или животное, ну, именно животное, как животное, и они бы вели себя так же, как в том условии, где есть вот то, что вы называете функциональной связью. Какой вы предсказываете результат? Когда оба предмета были условные, или как, когда оба предмета были? Ну, мне трудно, например, такой вывод сделать, только наугад, да? Скорее всего, мне кажется, что будет примерно одно и то же. Но у нас была какая-то реакция. Вот эти у нас объекты были оба персонажами, а вот эти объекты, они были одним персонажем, черепашка, а вот это был объект, чашечка с чаем. Черепашка пила из чашечки с чаем. Это было связанным сюжетом. Или мы поили ребенка комботиком, чаем из чашечки отдельно, и он кормил черепашку капусткой, гурочками отдельно. То есть вот такое различие у нас было, и между ними не было. А нельзя предполагать, что просто дети, в качестве простого альтернативного объяснения, что вот этот вот процент, около 30% детей, просто не запомнили, что лошадка, а что черепашка? Это можно было как-то проконтролировать? Смотрите, когда мы пишем «признают новое слово конвенциональным», это означает, что они говорят, то есть произносят то самое слово «лошадка» или «курочка». Когда мы говорим «признают нет новое конвенциональное», они произносят, они не молчат. Они произносят шарик или палочка. Понятно. Помнили ли они, что это лошадка и пюрочка? Да, потом экспериментатор снимал объекты, играл с ребенком, и в процессе игры спрашивал, а ты с ними уже играл, а во что ты играл, а кем был вот этот, а кем был вот этот. То есть это не то, что они сомнительные дети. Дело не в том, что они забыли. Ясно, спасибо. Почему? Так. Несколько вопросов у нас последнего. Вот приходит в эту ситуацию, появляется взрослый человек и говорит, подай, пожалуйста, мне, Маша, скажем, вот эту палочку. Не было случая, чтобы ребенок воспротивно сказал. Это не палочка, это лошадка. Потому что в эту игру поиграли. Ребенок усвоил, что эту роль приписали палочки или чашечки. Ну, в данном случае мы спрашивали, что тебе подать. И он сам выбирал сказать палочка или сказать лошадка. Это был его выбор в этом идее ситуации. Экспериментатор ничего не спрашивал, всячески. Даже это была отдельная, очень сложная задача для воспитания наших ассистентов. Убедить их в том, что нужно быть крайне аккуратными в сигнале не о том, были они в этой ситуации когда-нибудь или нет. Осведомлены ли они или нет. То есть, если вы вошли и сказали, ой, какие у тебя тут игрушки интересные. Уже говорит о том, что вы новый человек. А если вы вошли и сказали, а давай вот эти поиграть, у меня какие здоровские. то это означает, что вы тут все прекрасно знаете и без него ориентируетесь. Это все очень сильно контролировалось. Мы всячески просили, например, экспериментатора просто говорить. А давай теперь вот эти поиграем. Максимальная нейдра. Да? То есть, это было. Отдельно повторю. Может, пожалуйста. У меня вопрос к тому, когда вы начали говорить, что есть два механизма. С окружающей природой и с человеком. И вы излагаете когнитивный подход. Вот в чём состоит этот когнитивный подход? В чём он выражается в первом механизме, во втором механизме? И каким-то образом есть отличие научения от обучения. Социальное научение и социальное обучение. Вот как, в чём выражается когнитивность? Когнитивность, как вы её определяете? Это есть какое-то измышление тех, с кем проводится эксперимент? Или экспериментатора? В общем, когнитивность. Как вы понимаете? Я боюсь, что в этом большом когнитивном подходе сейчас существует, по крайней мере, но четыре, которых я знаю, объяснения того самого социального научения, это если крупно делить. А если совсем дробить мелко, то будет их значительно больше. Поэтому не могу отвечать за всех. Могу отвечать только за свой подход. Мой подход, он вот сейчас постепенно излагается. А со словом социальное научение или социальное обучение, как там быть, я прекрасно понимаю, что это длительная история в нашей стране, термины научения, термины обучения. То, о чем я говорю, называется сейчас social learning. Как это лучше перевести, как это аккуратнее перевести? Я боюсь, что сейчас настал момент, когда становится не очень хорошо понятно, где заканчивается научение и где начинается обучение. Они настолько тесно переплетены между собой, что вопрос этот предельно интересный для меня лично, но я боюсь, он выходит, ну, он оказывается очень философским. Да, и я с удовольствием его пообсуждала в конце, когда я изложу все карты, которые у меня есть на руках, чтобы мне было чем оперировать. А когнитивность-то в чем? Когнитивность просто в апелляции познания или милоустройства. Маша? То есть получается, что она в том, что мы пытаемся объяснять развитие через изменение системы представления ребенка о мире, о другом человеке, ну, оперируя только вот устройством его знания. Я бы считаю, что это скорее не объяснительная модель в данном случае, а просто предмет изучения. То есть я именно его изучаю, становление этого знания. Не как объяснительную модель сейчас это использую, а максимально стараюсь отойти от глобальных подходов и пытаться разбираться на очень местном уровне. Вот есть процесс передачи знаний от ребенка взрослого к ребенку. Но это такое-то выбор. Так вот, как он механически вообще, как он устроен? Чем он регулируется? Чем он управляется? Как он происходит? Это, естественно, поднималось и изучалось задолго до появления области когнитивного развития в том виде, в котором она сейчас существует. Но факты, которые получены в этой области, удобно сопоставлять между собой, потому что они получены в рамках одной парадигмы. Их просто удобно сопоставлять. С удовольствием сопоставлю их с фактами, полученными рамках других парадигм. Но боюсь, что это, опять же, такой длинный, расширенный разговор. Я бы обложила до конца доклада, потому что тогда карта будет на руках, если бы вы чем-то оберегать. Еще вопросы? Так, тогда у меня есть еще вопрос. Вопрос, например, по когнитивной навыке термопатности изобретают лингвисты, соответственно, нам следят за теми вопросами, которые задавал его. Вернемся все-таки к ситуации с курочкой и лошадкой. То есть получается, что есть принципиальная разница между тем, когда вводятся сразу два новых слова в сопоставлении, и тем, когда эти два новых слова вводятся по одному. Между тем, ситуация с кашей, которую нам показывали, это была ситуация, когда вводится одно новое слово. Не получается ли так, что помимо возможных каких-то еще лингвистических перемен, которые именно учитывались, сначала идет та часть игры, которая связана с лошадкой, и, соответственно, слово лошадка употребляется семь раз в подряд. Потом идет та часть игры, которая связана с курочкой, слово курочка употребляется семь раз в подряд. А в случае с курочкой и лошадкой, когда они упоминаются вместе, они упоминаются курочка-лошадка, курочка-лошадка, курочка-лошадка. То есть, соответственно, характеры интерференции несколько разных будет в первом и во втором случае. И не играет вот это как-то. Я надеялась на этот вопрос, потому что он позволяет сэкономить рассказ и в ответе на вопрос пояснить процедуру. Спасибо. Мы думали об этом, и думая об этом, мы заложили в процедуру такое условие, что когда мы говорим, употребляем объекты вместе, то, конечно, они у нас так вперемешку идут. А когда у нас игра отдельная, то мы делали четыре куска, конечно, не настолько подробно, может быть, не так хорошо, на четыре куска, в которых по очереди играли то в курочку, то в лошадку. То есть, они у нас лежали рядом. Лошадка скакала по горам, как здорово, как здорово, как здорово, а теперь, давай, вот эта курочка пришла, попушила, как хорошо, отложили. То есть, мы всячески маячили по одному объектами, да, чтобы они не стыковались между собой. И сюжет закладывают такой, чтобы в одном месте он был сопоставительный, а в другом месте он был разрознен. Но перемежающийся вот такой мы задали. Конечно, все не было так, как хотел бы Егор, чтобы, значит, все вот прямо до вычетки, до этого. Но тогда надо ставить компьютер и сажать ребенка напротив компьютера. А мы этого крайне не хотим делать, потому что мне кажется, что мы потеряем массу вот этой вот экологии и того, что происходит внутри ситуации, да. Я играю, я реагирую на то, как ребенок откликается. Одному надо семь раз повторить слово, другому восемь. Ну, увы, их там получается. Но я стараюсь, чтобы в разных условиях была флуктуация вот эта была примерно равновешна. Может быть, одно замечание. Речь идет, может быть, не о том, чтобы ребенка поставить за компьютер, а создать какую-то экспертную группу, которая бы оценила эту ситуацию по записи, посмотреть. Вот это обсудить очень интересно было бы. Может, какую-то возможность предоставить, и что вот такие интересные моменты. На самом деле, это очень интересное предложение методически, потому что можно на самом деле найти компромисс, который значительно улучшит эту процедуру. То есть, можем действительно заранее с лингвистом проработать, какие конструкции использовать, экспериментацию, соответственно, обучить, а потом по записи отследить, где соблюдалось и где не соблюдалось. Соответственно, где не соблюдалось, просто выкинуть и направить больше детей. И тогда процедура будет начинана чище, и мы можем будет ее показывать лингвистам без страха. Будет открытие какое-то. Я пределу совершенно. Ну что, проект? Проект, пожалуйста. Можно последний вопрос? Да, пожалуйста. Вопрос, потому что вы сказали про процедуру. А нет с точки зрения чисто психологических возражений против того, что им вот так давали два на маленькие какие-то фрагменты. Они постоянно видели оба объекта в одном условии перед глазами, и нет ли просто здесь тогда той возможности, что поскольку у них постоянно прыгало внимание, получается, как вы сказали, не испортило ли это? То есть, может быть, там нужно было в том условии, чтобы увеличить время, чтобы скомпенсировать. Не было такого? Не может быть? Для себя мы ругали в качестве людей, поддержания, откликания, того, что для ребенка этот темп приемлемый. Возможно, ну как бы постоянно в игре требовался отклик от самого ребенка. То есть, например, о чем ты ее покормишь? А давай я вот сюда палат посадку, помнать ее, пожалуйста. То есть он либо в игре, либо не в игре. И именно поэтому дробление, как вы говорите, чтобы он не было рваных, было не семь кусочков, а все-таки четыре. Это было достаточно для того, чтобы это была перемежающаяся такая игра, но в то же время ребенок удерживал ее как целостное игло, он успевал включиться, успевал откликнуться. Я скажу. С формулами объектов не было никаких привязаний? В смысле, что, например, кружочки, шарики и букс-3 называли бы конвенционально, а палочкой бы конвенционально. Мы не смотрели, но мне, честно говоря, не придет в голову, почему она намного возникла. Ну, вроде зеленый, пошел бы вообще назвать. А зеленый и оранжевый, это, видите, отдельные объекты, это тренировочные объекты. Именно поэтому, ну, самые знакомые, мы на экспериментальные объекты. А тренировочные были сделаны просто для того, чтобы ребенок вообще немножко не растерялся от ситуации, что тут что-то повесили на ширму, и надо что-то попросить. Мы сначала просто показывали их без игры условной. Вот смотри, у меня ключочек. Он какого цвета? Зелененький. Вот смотри, у меня губик. Смотри, какой замечательный. Давай лопаверться. Вот какой он хорошенький. Он какой цвет? Оранжевый. Давай лопавер. Есть, вот они у нас тут с тобой будут висеть, а потом интерференция. И после интерференции тот же экспериментатор спрашивал, давай с ними опять поиграем, что тебе подать? И поощрялась любая ответственность. Крючок, не крючок, буквой Рей иногда называли его. Вообще. Ну и хорошо. Вижу бы хоть как-нибудь назвал. А вот дальше уже... Вот. Ну что? Дальше? А то что-то я боюсь, что я многое захотела рассказать. Сейчас будет кусочек, который по заявкам на телослушателей немного сюда вставлен. Дело в том, что по результатам предыдущего исследования мы приходим к некоему выводу особенному, что сама ситуация социальная, самих отношений в процессе общения ребенка со взрослым указывают, сигнализируют на характер усваиваемого знания. И в качестве такой характеристики, в качестве такого сигнала в усвоении нового слова очень долгое время в рамках и области когнитивного развития использовалось понятие совместного внимания. С легкой руки Майка Томозелла, знакомого вам, понятие совместного внимания встраивалось во все, что угодно, но именно в усвоение нового слова оно встраивается особенно активно. И соавтора Томозелла, актор Карпентер, МОК и множество других исследователей в этой области всячески дали доказать, что именно совместное внимание является важным регулятором этого характера усваиваемого знания. Именно оно сигнализирует о том, что слово будет характеристикой этого объекта устойчиво, что это не ситуативная вещь, на которую можно не обращать внимания, а что это устойчивая характеристика именно данного объекта. Я хочу рассказать в этом направлении о ряде исследований, которые жестко спорили между собой на эту тему. Одно из первых исследований, уже 96-го года, было построено следующим хитрым образом. Ребенка приглашали в экспериментальную комнату, где стоял стол и было некое место на полу, где можно было играть. Сидя на полу, экспериментатор с ребенком играли по очереди с тремя объектами. Вот они у нас объекты, вот они у нас сидят на полу, вот они играют с этими самыми объектами. Потом экспериментатор говорил ребенку, «А сейчас пойдем сюда, я сейчас кое-что покажу». И переходил к столу покрытым яркой, синей скатертью, хрустящей, такой замечательный, очень выразительный, сильно запоминавшийся здесь. И в этом контексте он погибал четвертый объект. Просто они там с ним играли. Потом, не говоря ничего, не показывая ничего ребенку, он брал этот объект с собой, приглашал ребенка снова на полу, туда, где они там сидели. Клал этот объект в коробочку, где лежали три предыдущих, бултыхал, бултыхал их, потом открывал, смотрел в коробочку, «Гейзер!» Вот это да, «Гейзер!» Это по-русски «гейзер» что-то значит, но там, в общем, слово «гейзер» было словом новым, искусственным. Вот это да, смотри, здесь «гейзер!» Как здорово! Вот это да! Ребену видят четыре объекта разных. Какой из них будет «гейзер»? С точки зрения автора, карпентерта, мазелла, одни детей, которые участвовали в их спирименитетах, это тот объект, который они видели отдельно на столе. Потому что здесь на молодую его не было, поэтому экспериментатор удивляется. А то, что он произносит новое слово, ну, это как бы… Он же его сам. Но он незаметно для ребенка его произносит. Да, он как бы не незаметно, а не обращая устойчивого внимания. Это действительно интересная особенность, почему для ребенка то, на что взрослый вот так вот целенаправленно не обращает внимания, не оказывается значимой реальностью. Он специально не прятал. Но он не обращал на это устойчивого внимания. Просто по-видому получается, что из четырех этих штукомин, если уж что-то и выбирать, то, наверное, то, что должно было лежать на столе. А раз это глупый экспериментатор, думаю, что я не заметил, что он его принес сюда. Но он, наверное, имеет в виду вот этот акт. Потому что три других тут и так были. Чего удивляться? Вот как-то вот так, мне кажется. Но это я уже залезаю в голову к испытуру. Но делать, наверное, нельзя вслух. В результате оказалось, что дети, которые слышали слово «гейзер» на этом этапе, они вытаскивали устойчиво именно четвертый объект при запросе. А дети, которые слышали просто «ой, смотри-ка, вот это да, вот это да, какая штука, вот ты», они вытаскивали случайно. То есть удивление экспериментатора по отношению к объекту, который был продемонстрирован в другом контексте, сработало как создание ситуации совместного внимания, и поэтому слово закрепилось. Но Линда Смит и Лариса Самойльсен не согласились с этой интерпретацией и подали статью, в которой даже прямо открытой не является. Называется «Подход против подхода продъявленного актера, там, тамазелла и контентера» в их статье. И они утверждают, что никакое совместное внимание не регулирует усвоение нового слова, а усвоение нового слова регулируется просто сменой контекста. То есть это просто работа внимания и что-то типа ассоциативного мучения. Очень прямого, очень простого, связанного с малейшими изменениями контекста. Как только контекст изменился и появилось новое слово, значит именно это изменение контекста говорит о возникновении, о том, в каком объекте это слово относится. Поэтому они повторили эксперимент актера Карпенда и Томазелла практически полностью, немного его модифицировали. Они не сидели на полу в одиночку, а на полу сидел еще второй экспериментар помимо основного и родителей. А когда три объекта были показаны, на моменте перед показанным четвертого объекта за столом уходил родитель и второй экспериментар. Затем, прямо там же, за столом объекты все четверо располагались в одной коробочке. И тут приходил второй экспериментатор и родитель. Приходил второй экспериментатор и родитель. И вот когда они приходили, первый экспериментатор говорит, ой, смотри, у нас тут гейзер, вот это да, как здорово, вот это да, как странно. То есть, вся ситуация изменялась только за счет того, что приходит второй экспериментатор и родители. Я честно скажу, я измазывала всю статью вдоль и поперед. В статье удивительным образом не указывается, кто именно говорил. О, смотри, это гейзер. Первый экспериментатор или второй? Если второй экспериментатор, то извините, прогматика вот вся на лицо. Второй экспериментатор пришел, он не видел, как четвертый объект положили в коробочку, поэтому он не удивляется и вообще все понятно. Но даже если это говорит первый экспериментатор, потому что если бы это был второй, то даже, я не знаю, мне кажется, даже ассоциалист самый-самый махровый не может заметить такую ошибку. тем не менее, даже в этом случае мы с вами можем говорить о том, что когда возвращается второй экспериментатор, а есть объект, который он не видел, и первый экспериментатор говорит, о, смотри, тут гейзер, вот это да, здесь гейзер, вполне понятно, что эти слова могут быть адресованы этому второму экспериментатору. То есть он, может быть, ему объясняет, что это гейзер, он тут появился. И в этом смысле тогда это все равно прагматика, это все равно установление совместного внимания, это все равно совместное внимание как сигнал для усвоения нового слова. Но, конечно, они последили за тем, чтобы экспериментатор смотрел в глаза ребенка, когда говорил, смотри, тут гейзер. Но точно так же, как с этим объектом, перенесенным в полость, мы снова можем сказать, что ребенок сделал скидку на незадачливость этого самого экспериментатора, просто потому, что ни на что другое подумать было нельзя. Ни на что другое подумать было бы трудно. Как ни странно, они в этом двухлетнем возрасте настолько догадливые и по-шпионски догадливые, что просто дивным иногда даешься. Так мы плохо о них думаем. А вот актер не остановилась. На достигнутом днии в 2004 году он выпускает статью, которая опять называется «Против подхода Самуэльсона Смит» и снова использует ту же самую прагматика, в которой снова они сидят на полу при рассматривании трех объектов и потом переходят к столу. Но только там есть одна хитрая особенность, в которой экспериментатор этот объект на стол в одном из условий переносит так же, как было в ранней работе актера «Голазала и Карпета». Прямо вот в глазах ребенка берет объект, говорит, ну, теперь пойдем вот туда. А в другом условии он его туда случайно как бы роняет. Ну, я не знаю, как можно уронить на другую сторону комнаты, но как бы он роняет его туда. Ну, он в нем выпадает и катится туда, в общем-то как-то. И экспериментатор это подчеркивает словами. Он говорит, ой, ну, раз у нас тут, то иди-ка сюда играть, давай тут будем играть. И вот как бы это происходит случайно. Как случайное перемещение объекта. Так вот, оказывается, что если перемещение объекта в другой контекст было случайным, то это резко сказывалось на качестве усвоения нового слова. В этих условиях они значительно хуже усваивали новое слово по отношению к этому зеленому объекту, чем в условиях, когда перенесение объекта было намерено. Там как будто бы взрослый сигналит ребенку вот этим актом перенесения, что, ребята, вот сейчас будет что-то важное. Вот про этот объект я тебя и хочу научить. Мы вот тут собрались для того, чтобы я тебя научил чему-то про этот объект. А когда он туда случайно откатился, то я как бы, мы собрались, чтобы я тебя научил чему-то про вот эти четыре объекта. И поэтому новое слово усваивается равновесно на все четыре объекта и не дает значимому природу. Кроме того, в этом эксперименте была еще и кукла-марионетка, которая в одном из условий, получается, было три условия, да, когда кукла-марионетка вообще не участвовала, когда кукла-марионетка просыпалась, в момент, когда уже четыре объекта лежали в коробочке, именно она называла объект. И вот если именно она называла объект, то тоже новое слово не усваивалось, потому что оно не присутствовало при моменте переноса объекта из одного места в другое. То есть как бы умение читать мысли другого существа хватает даже на то, чтобы понять, спал он, когда объект переносили, или не спал. В общем, вся эта катабасия на тему о том, важно совместное внимание для усвоения нового слова или не важно, показалась мне лично уже очень утомительной. Потому что самый интересный вопрос в этом месте, по-моему, заключается в том, к чему именно привлекается совместное внимание в процессе усвоения слова. Ведь по большому счету в процессе усвоения слова мы с вами можем привлекать внимание много к чему. Мы можем говорить, смотри-ка, бутылка есть, давай я тебе сейчас водички налью, у нас тут водичка есть, давай налью сейчас тебе водички, бутылочка от какой не открывается, у нас с тобой бутылочка. Я привлекаю совместное внимание к объектам. Да? Разум. А с другой стороны я могу сказать, это, вот это, бутылка. И тогда мое внимание сосредоточено на связи между объектом и словом. А еще я могу сказать, слово бутылка, ну вот такая вот бутылка, как такие бутылки мы называем, оно начинается по-русски с буквы B, и я привлекаю внимание к самому слову. А не с буквы P, как ты привык произносить, не произноси с буквы P, нужно произносить с буквы P. Да? Я могу привлекать внимание к самому слову. И еще много к чему помимо этого. Да? Или я могу сказать, ой, случайно бутылка упала, или я могу говорить, вот смотри, у бутылки есть это, это и это, сущностным каким-то ее самым качеством. Да? А имеет ли это значение? При усвоении нового слова, привлечение совместного внимания к самому акту называния, к слову, к объекту, или к чему-нибудь еще, насколько они влияют на усвоение нового слова, или на характер усвоенного слова. В своем таком первом исследовании в этом направлении мы попытались посмотреть на роль привлечения внимания к акту называния. Чтобы это сделать, мы немного искусственно препарировали, немножко искусственно изменили ситуацию типическую для называния, и разорвали два момента. Предъявление нового объекта и акт его называния, то есть предъявление нового слова. Мы разорвали это во времени, потому что нам было важно посмотреть, что происходит, когда привлечение внимания к акту называния будет связано с самим объектом или со словом. В этих целях мы создали условия, 44 условия, в которых получается, что привлечение внимания к называнию может сопутствовать к появлению объекта, привлечение внимания к названию может сопутствовать к предъявлению его названия слова, может сопутствовать и тому, и другому. Вот оно. Или его может вообще не быть. В случае, если мы говорим про первое условие, объект достается со словами. Смотри, какая у меня штуковина есть, вот какая она интересная. Вот я же буду вот так. Я понимаю, что мелко, sorry. Я буду просто на словах, но чтобы это графически было хоть как-то легко удержать воображение, в общем, красненькие штучки это привлечение внимания к акту называния. А вот эти полосочки, это то, что происходит в процессе эксперимента. Значит, вот сначала мы пришли и поиграли просто в разогревочную игру. Потом мы достали новый объект. И вместе с доставанием нового объекта мы говорим, смотри, какая у меня есть штука интересная, о, какая злорская. я тебе потом скажу, как она называется. Это было привлечение внимания к акту называния в момент показа объекта. Но не в момент названия. А в случае, если мы это привлечение внимания ставили рядом со скобом, я тебе покажу, смотри, какая у меня штучка есть, давай с тобой поиграем, я сейчас покажу тебе, как я в ней играю, мы платем, мы играем. А сейчас я тебе ее назову. Это биса. И потом мы ее убираем в коробочку. В случае, если привлечение внимания сопутствует и тому, и другому, мы сначала говорим, я тебе потом скажу, как она называется. Играем с ней специальным образом, не называя ее никак. Потом говорим, я тебе сейчас ее назову. Это биса. И убираем ее в коробочку. А последним контролем условий привлечения внимания к акту называния не было вообще. И мы показывали новую штучку, говорили, вот какая интересная. Сейчас покажу, как я с ней играю. Вот так я с ней играю, мы играем, играем. Потом я говорю, а теперь я бису уберу в коробочку. То есть контакт в глаз был, пауза была, три употребления слова гиса точно такие же три, как и во всех других условиях, были, но привлечения внимания к акту называния и слова «это» гиса не было. Вот. Все получилось. Дальше мы их подвергали длительным тестом манипуляции. Сначала мы использовали этот тест, который получил название короткое по-английски «muchel-exclusive». По-русски это очень длинно и сложно. Перевести, как всегда, невозможно. Логика этого теста базируется на очень простом феномене. Если я показываю кому-нибудь два новых объекта и говорю, что вот это гиса и прошу дай мне гацун, то мне дадут вот этот дар. Потому что у нас есть правила исключения. То есть, что одно и то же, один и тот же объект не может называться двумя словами. Мы с вами, как взрослые люди, знаем, что можно, но дети, по крайней мере, в возрасте до трех с половиной лет, с удовольствием пользуются этим правилом исключения и не любят нашу синонимию, не доверяют ей. Сегодня считают, что все это от глупого. Они хорошо выполняют этот тест. Если они знают название какого-нибудь слова, название какого-нибудь объекта, а другое объекты видят новым, и мы их пошлем, принеси мне, пожалуйста, хромовый поднос. Не красненький, а хромовый. То он нам принесет хромовый, хотя он не знает, что такое хромовое. Ну, а гипплофель. Понятно. Так вот, первым тестом был тест от противного. Мы показывали два объекта, из которых один был экспериментальным, тем, который мы здесь использовали, а другой был новеньким. И спрашивали, дай мне гацун, хотя до этого говорили про бис. И смотрели, подаст ли нам ребенок другой объект. Это считается правильным выполнением этого. Второй трех тоже очень простым. Мы просто показываем пять объектов, также нового для ребенка, и просим, дай мне, пожалуйста, бису. И смотрим, какой из них он будет. Понятно, что в этом случае успех ребенка гораздо менее вероятен. Тут пять объектов, а там два. Там уровень случайных объектов половинка, 50%, а здесь уровень случайных объектов 20%. Потом шли два теста, которые были предназначены просто для того, чтобы хорошо понимать, что происходило с ребенком, как он сам все переживает. И мы просили просто вспомнить, скажи, пожалуйста, с чем из них мы с тобой играли? Без слов. Просто идентификация объека. При этом еще мы предоставляли кнопочки. Спрашивали, с чем играли? А потом мы вытаскивали правильный, вне зависимости от того, что он ответил на предыдущем моменте. Я спрашиваю, скажи, пожалуйста, как я тебе это назвала, как это называется? Если он молчал и говорил не помню, то мы спрашивали Биса или Моди. То есть у него была возможность выбора. Вот что мы получили. Результатов много, я крайне ссорясь за то, что тут трудно разобраться, но давайте попробуем посмотреть внимательно. Итак, то, что у нас тут внизу, это подпись условий. Я напомню, что мы можем привлекать внимание к акту называния вместе с объектом и вместе со словом. Мы можем привлекать внимание с это у нас с вами ситуация, когда мы привлекаем внимание к названию объекта вместе с объектом, но не вместе со словом. Это когда со словом «но» не в момент этого объекта это без сего. Что мы видим? Задание подобрать гацун из двух объектов, из которых один тот, который уже был использован, а другой который не был использован, очень хорошо выполняется, когда мы привлекаем внимание к названию вместе с подачей объекта, вот какая у меня штука и я скажу тебе как она называется поток и не привлекаем его когда произносим слово. А теперь мы с тобой поиграли здорово, а я сейчас бису уберу в коробочку. Во всех других условиях и точно так же хорошо она выполняется когда мы привлекаем внимание просто к слову, но не делаем этого в момент предъявления объекта. то есть вот какая у меня штуковина сейчас я покажу как мы с ней играем здорово отлично а теперь я тебе ее назову это бисер вот в этом и в этом случае гацун они находят хорошо почему они вот в этом случае его находят плохо более менее понятно допустим привлечение внимания к акту называния нужная вещь хорошая вещь почему они вот в этом случае плохо находят 76 испытуемых не так что прямо таки вот мало давайте посмотрим на другие тесты может нам как раз станет более понятно в случае с поиском гисы все прямо по-другому когда мы привлекаем внимание к названию в момент предъявления объекта и в момент предъявления к слову у нас все хорошо когда мы привлекаем внимание когда даем объект но не привлекаем внимание к названию когда даем слово все проседает так как будто мы вообще это внимание не привлекаем если брать за справную точку эту конструкцию то можно было бы сказать привлекать внимание к называнию когда вы это называние не даете глупо и без результата остается только непонятно почему вот это хорошо выполняет когда мы привлекаем внимание к названию в момент предъявления объекта но до подачи слова можно спросить еще раз как вы привлекаете это внимание я тебе скажу как это называется вот каким же тоном индифферентным тоном я скажу тебе что это писа вообще растягивается и смотрится в глаза и все такое это словно и я тебе скажу как это называется тоже все добрый ласковый долегаченный достаточно хорошо вы сыграли да сыграла хорошо по отношению к ломбе сразу сыграли интенсивно выделяете это принесите ребенка я вам покажу как сыграла ну не только я же любитель это очень сложно проблема в том что играла то я одинаково здесь и здесь а результат немножко разный и мое объяснение заключается в том что мое объяснение заключается в том что привлечение внимания акту называния это отдельная по своей функции реальность по сравнению с самим актом названия то есть ребенок усваивает слово какой-то одной части своего мозга а думая что он знает слово другой ну в части мозга в случае присутствия нейропсихологических людей нельзя произносить но я имею в виду частью психики это как будто бы разная операция да такое ощущение как будто момент когда ребенку говорят я сейчас тебе назову и это что-то или это называется так так у него как будто срабатывает маркировка я знаю как это называется у меня есть название для этого поэтому когда он слышит такое условие и его просят подать гацун он понимает что бису он уже видел и она названа я знаю как она называется а в случае когда этого вообще не было он это дело не выполняет при этом вот это условие оказывается ударяющим два раза по одному тому же месту и поэтому он просто запутывается то есть он один раз маркировал этот объект как названный а потом ему второй раз сказали а теперь я тебе назову это биса он второй раз его маркировал как названный и было ли это два слова или это было одно слово он не в состоянии понять поэтому когда говорят гацун он понимает что ужас ужас конвенции в голове три а объекта на столе два какой из них выбрать под этим три конвенции непонятно в случае вот в этом когда привлекли внимание только к названию только в момент предъявления объекта или когда привлекли внимание название только в момент предъявления слова у него две конвенции голове гацун это то что мне сейчас показали гиса это то что мне а в случае вот это у него три конвенции обвису 2 потому что вот эта желтенькая штука которая как-то называют в одном месте вот это желтенькая штука которая называется гиса Это в другом месте, и гольцун, который мне здесь и сейчас показывают. И нужно как-то понять, это вот та желтенькая штуковина, которую как-то по-другому называют, это ее название, или это название этого самого гольцуна, который мне сейчас показывают. Он действует точно так же, как в этой ситуации, когда у него одна объекта в голове, потому что про ту он не запомнил, а про эту он сейчас понял. И опять же, два объекта, одна конвенция, опять пусница, и дело ничего. Это объясняет и эти результаты, потому что в этом случае речь идет именно о знании соотношения слова-объект. Знание соотношения слова-объект будет работать тогда, когда привлечение внимания к называнию сопутствовало слову. Потому что тогда в конвенцию попало слово. Такое ощущение, как будто бы объект может быть маркирован, что про него есть конвенция, но там нет слова. Это то, во что мы вместе играем. Это то, во что мы вместе играем вот таким образом. Это что-то, во что вот так играют в моей культуре, да? И как будто бы есть конвенция со словами. Для создания конвенции нужно привлечение внимания в акт и называние. Для создания конвенции со словами важно, чтобы это привлечение внимания сопутствовало слову. Как-то вот так получается. Жутко странные результаты, но… Конвенция, что вы называете? И будет ли это конвенция, если ребенок не усвоил, не понимает? Если он усвоил, не понимая, то все равно будет. Потому что зависит от того, чего он именно там не понимает. Если не усвоил, то, конечно, не будет. А конвенцией я называю совместный опыт, который признается как свойственный всем людям в моей культуре. До тех пор, пока я не знаю, что культуры бывают разными, всем людям вообще. В этой части вы правы, но в отношении к ребенку и его мозговым вещам, как вы говорите, это еще не конвенция в таком определении, скорее всего. По моим представлениям, она выглядит как конвенция поведенческая. Он не осознает, что она конвенция. Но он поведенчески ведет себя так, как будто бы она конвенция. То есть, когда приходит другой человек, он реагирует так, как будто бы он знает, хотя бы тут не было. Когда ему дают другой объект по форме похожий на этот, он тоже называет его Гиса. Это получается, когда другой человек при нем на залет в этой небице, и, оказывается, не по-другому, он начнет нервничать. И в некоторых экспериментах показано, что даже плакать, если вы что-то не понимаете, он ведет себя в соответствии с этим, как в соответствии с конвенцией. Что нам вот эти еще результаты дает, мне кажется, они косвенным образом помогают подтвердить гипотезу. Потому что получается, что когда мы говорим о произведении просто объекта самого по себе, у нас выигрывают те условия, в которых привлечение внимания к называнию сопутствовало объекту. Не то чтобы в двух других условиях прям совсем все плохо, но все-таки эти условия чуть-чуть лучше. И в этом смысле получается, что если мы привлекли внимание к называнию, когда показали объект, то объект, как часть конвенции, зафиксировался лучше. То есть, когда он смотрит на эту желтенькую штуку, он понимает, а, это то, что мы вместе играем. Вот так, вот так и вот так. Что касается называния, то мы видим опять же картинку, похожую на вот эту. Точно так же получается, что привлечение внимания к акту называния, сопутствующее слову, помогает слову быть актуальным, усвоенным, узнаваемым, быть частью этой самой конвенции. Таким образом, вывод громкий, который я бы не могла считать еще доказанным, но который бы мне хотелось, в принципе, когда-нибудь доказать, связано с тем, что привлечение внимания и совместное внимание, это, в принципе, вещь, способствующая становлению конвенционального знания. Того знания, которое сам ребенок позиционирует, рассматривает как конвенциональное. Если у нас есть время, то можно сделать перелетные вопросы. Если вам кажется, что оно тогда... Это у нас, конечно, вторая история. Да, это вторая история. Давайте разгадим вопросы. Их еще дверь я напомню. Вот один вопрос, который сидит. Вы лингвист или психолог? Я бы сказала... Здравствуйте. Вы лингвисты? Я не знаю. Я не знаю. Тогда у вас какой-то вопрос такой. Очень интересно. Вот вы интереснейший эксперимент, безусловно, но Павлов, когда проводил эксперимент с собакой, у него вдруг нарушалось все это познание, конвенции, скажем так. Все нарушалось, и слюна отделения при сигнале, все прекращалось. И вот эту ситуацию он так и назвал очень островно. Рефлекс, что такое? Для ребенка, и присутствует этот элемент, что такое? Вызвал реакцию. Вот ваше это внимание. Или, например, вы показываете, показываете, показываете. А вот это будет такое-то. Вы выделяете интернационно, эмоционально. Вот тебе показывала Смирнова, который вот так висит, великий ученый. И вот рассказывал, показывал, описывал, что дети очень хорошо запоминают слова, объекты, эмоционально, необычно названные, необычно окрашенные. Вот эти элементы как-то, если бы мы посмотрели записи, вот как пожелать его, может быть, кто-то увидел. Вот здесь присутствует, помимо вот кондициональности, еще какие-то психологические элементы. Совершенно с вами согласна. По-моему, в процессе научения новым словам, безусловно, задействованы самые простые механизмы научения. Самые простые, статистические, ассоциативные и все другие виды научения, о которых наши вот с вами коллеги вполне хорошо рассказывают и показывают, что они работают. Не проблема. Проблема в том, что другие механизмы, другое научение, оно работает одновременно с этим. И у нас есть очень важная задача в продукте расклеить одни и другие. Нам нужно понять, каким способом работает социальное научение, если оно сплавлено накрепко, сплавлено с другими, более простыми методами научения, которые свойственны всем животным, в том числе и человеку. Нам их очень важно разделить, и это очень сложно сделать. Но мы стараемся. Игорь, у нас следующий вопрос. Да, у меня два вопроса. Скажите, а вам не кажется, что экологическая валидность экспериментальной процедуры немножко страдает от того, что вы вводите ситуацию, в которой экспериментатор говорит, вот объект, а я когда-то потом скажу, как он называется? Я не могу себе представить естественные ситуации, в которой ребенок так бы усвоил название. Это первый вопрос. А второй вопрос связан с ним. Мне показалось, что само построение всеэкспериментального плана исходит из невысказанного предположения, что ребенок может допускать… Ребенок там было два-четыре года, да? Да, два-три года. Два-три года. Что ребенок этого возраста может допускать, что из тех объектов, с которыми он сталкивается, есть такие, которые не имеют названия. Мне показалось или действительно это присутствовало соображение? Давайте я начну с первого вопроса. Да, безусловно, это не экологичная ситуация, и в том ситуации такого рода, как мы описали, ребенок не бывает, ну, наверное, никогда. Но это экспериментальная ситуация, призванная к тому, чтобы не воспроизвести, как оно в реальной жизни, а посмотреть, что в продукте изменится из-за того, что мы вот так изменим экологичную, натуральную ситуацию. Потому что только когда мы дернем за ту веревочку, за которую реальность никогда не дергала, мы сможем увидеть отличие этого от других условий и понять устройство механизма. Это просто один из приемов. Нет опасности, что вот когда экспериментатор говорит, я когда-то потом тебе скажу, это запускает какие-то процессы в голове у ребенка, которые потом отследить, непредсказуемые совершенно, как раз следить по результатам будет все сложнее и невозможно. И понимаете, что вот эта вот очень странная картина, которая у вас получилась, она как-то может быть вызвана вот этим wild cards, которые выбрасываются. Чтобы такая ситуация была отслеживаема и контролируема, мы им вводим целую массу контрольных условий. Во-первых, у нас есть условия, в которых мы ничем таким не занимаемся, и мы можем сомнить. Что произошло из-за этого, а что произошло без этого, да? Во-вторых, мы следим тщательно за тем, чтобы кроме как вот этим, красненьким, эти ситуации ничем другим не отличались. И благодаря этому мы понимаем, то, что на выходе произошло, произошло из-за этого. То есть то, о чем вы говорите, неконтролируемая ситуация. Неконтролируемые они были бы, если бы не было контрольного условия. Мы сравниваем не просто этот результат с тем, как оно в реальной жизни. А мы сравниваем этот результат с этим, не с реальной жизнью. А во-вторых, мы вводим еще вот такие контрольные ситуации. То есть мы еще и его самого меняем. То есть у нас три вброса разных по характеру, соотносящиеся между собой. Поэтому, ну, наша обязанность держать эти флуктуации под контролем, и я надеюсь, что мы их держим. А скажите, а дети никогда сами не издали? Вы были такие, были ближе к трём годам. Девочки, как правило, с которыми родители много сидят и много чего-то делают. Потому что в детских садах чехологи, когда приводят ребенка, они всячески поваривают у тебя массу комментариев про то, какой он, откуда, кому, чего. Но вот за весь эксперимент из 70 с хвостиком человек, таких было, наверное, 4 девочки. Четыре девочки спросили меня, а как это называется? Я отпускаю глаза в пол и говорю, ну, да, вот, а теперь я тебе и дальше по процессу. Конечно, немножко неловкость, ну, всячески, поощряй, молодец, хорошая девочка. А в норме, я бы хотел, если вы позволите, вот этот вопрос, потому что я не очень, кажется, не работаю, воспитатель, психолог, детский саду. В норме, когда ребенку предъявляют какой-то или ему попадает какая-то новая игрушка, он ее как-то вызывают? Или вот эти вот все ситуации, когда взрослый играет с ребенком, есть какая-то общая процедура, которую ребенок ждет? Вы знаете, это очень сильно вариативно, но я старалась, когда обычно бывают те девочки, которым родители много чего вообще называют, вообще много с ними трепутей говорят. А существует данное о том, что дети из обеспеченных слоев получают в тысячи раз больше высказываний в течение дня, чем дети из менее обеспеченных слоев, да? Сейчас парадигма, возможно, более раннего обучения тоже дает свой отпечаток. А с другой стороны, именно европейская центрированность на объектах, на знании их категоризации, на знании того, к кому, к какому классу отнести, она тоже дает свои плоды. Потому что именно наши мамы будут натаскивать своего ребенка, это собачка, она иди еще собачку, где еще так, молодец, а это бычок, вот смотри, а не бычок, бычок, молодец. Корейские мамы реже этим занимаются, если они не профилизированы сильно, то в результате дают другие эффекты у некоторых исследований, связанных с категоризацией из-за этого. То есть, безусловно, это сильно разнится от ребенка к ребенку, но каждый ребенок владеет, по крайней мере, ну, несколькими представлениями об объектах и даже о классах объектов, для которых у него нет названий. И даже вы владеете такими представлениями, потому что, вот, например, о, господи, как назвать, вот эти зелененькие штучки, которые вокруг, вот, вот, фотографии, почему? Вот, вот, не все знают, что это представление. Многие приходят в фотомагазин и говорят, мне вот такую штучку, которая вот вокруг фотографии. Они владеют категорию, но они не знают, что у него название. Поэтому не только дети, мы тоже. Я понимаю, что это есть, но мы же говорили про общее представление о том, что у любого слова, у любого объекта есть свое название. Дети располагают этим представлениям или нет? А это вообще гораздо более интересно. Потом, я же сейчас не пойду играть по спорту. Вы его пойдете покупать в магазин, оно существует для вас как объект, но вы не сможете его при этом назвать. Так вполне бывает. Может быть, вы сможете, да? Игра – это же совершенно другой тип деятельности. Это время может быть неважным названием. Ну, смотря какая играть, она манипулятивная. Мы же эту бису просто запихивали в такую издутой резины многообразную форму. Она у нас выпадала, мы туда на нее закладывали снова, прокатывали, протаскивали, вытряхивали, прятали. Мы с ней исключительно манипулятивно играли. Ничего у нас сюжетного сегодня не было. А я все-таки заострю внимание на том, что есть у детей установка, что у каждого объекта есть свое название. Честно говоря, этот вопрос для меня в высшей степени важный и, одновременно с этим, в высшей степени открытый. Безусловно, именно потому, что ребенок располагает таким представлением, он может выполнять тест мышлосклюзивить, да? То есть он как бы исходит из того, что у каждого объекта есть свое название, и при этом оно у него еще и одно. С другой стороны, как мы с вами сейчас выяснили, существует множество представлений, множество объектов, которые не имеют своего названия для ребенка. И даже в голову не приходит их никогда спросить. Например, скажем, ну, почему она без примеров. Как так получается? По-видимому, опять же, точно так же, как вот этот весь парадокс, о котором мы с вами сегодня говорим, что часть знаний у нас устроена как знания о реальности и предназначена для своей собственной текущей адаптации к окружающему миру самому по себе. А часть знаний устроена как знания о комменциях, знания о культурном форматировании этого мира. И нужно еще это форматирование узнать от других людей и самому им пользоваться. И мы не все форматируем. Есть некоторые белые пятна, которыми мы физически пользуемся, опираемся, спотыкаемся, стряхиваем бот или еще что-нибудь ими делаем, но не форматируем. В данной ситуации ребенок не формулирует. Есть ли название у власти у этого? Ребенок спрашивает, это что? Это что? Это все, это все. И каждый требует, чтобы назвали, что это все, это все. А иногда даже не ждет, чтобы ему ответили. Иногда эта штука не оказывает таким, что он с восторгом играет в эту игру, даже не ожидая, что ему не осталось. Или спросит. А теортина к целу только для детей? Понимаете? И спросит. А этого диагетра к целу? Да, конечно, часть представления. В ответ на ваш вопрос его устроен так, по-видимому, что часть представления связана с тем, что у этого объекта обязательно должно быть название. А часть представлений устроена так, что они не попадают в форматирование, поэтому как бы и не предполагается какой-нибудь название. И очень важно было бы узнать, чем сигнализировать, откуда берется вот это знание ребенка, про что стоит спрашивать это что, а про что не стоит спрашивать это что, потому что это не имеет смысла. В таком случае ваш эксперимент стал бы более эффективным, если бы экспериментальная ситуация каким-то образом была бы изменена в ту сторону, чтобы название было важным для ребенка. Чтобы оно было не просто чем-то, что ведь во всех этих ситуациях, которые описали, название было предъявлено как что-то, что не является важным. Погоди, погодите, погоди. Вот в этих ситуациях оно было важным, а там в эти ситуациях было образным. Но важно не в том смысле, что вы привлекли этому внимание, а в том смысле, что затем ребенок... Нет, ребенок затем воспользовался вот в этом, вот в этом, вот в этом, вот в этом, вот в этом. Воспользовался вместе по решению задачи в тестах после игры. Да, конечно. Нет, я не введу в самой игре. В самой игре вообще не произносилось название. Название произносилось сразу после игры, всегда в конце. Я тебя прошу, может быть такое, ведь играет обучающая фаза, правильно? Он поиграл-поиграл, потом вы сказали, ну сначала предупредили, не предупредили, а потом дали название. А затем уже контрольная фаза, где он решает задачи с названием. А если бы в обучающей фазе название было не чем-то, чтобы завершение обучающей фазы было предъявлено, ну, с теми людьми предварительными манипуляциями, а чем-то, что, ну, как в той ситуации, где они играли с лошадками и прочим, что в какой-то момент в рамках игры, а не по завершении игры, название бы фигурировало и как-то было связано с игровой ситуацией. Это бы повысилось или это бы не сказалось по вашему мнению? Это бы сильно его ухудшилось, это бы его уничтожилось вообще. Потому что смысл эксперимента был в том, чтобы разорвать, разделить ситуации предъявления объекта и предъявления слова, и в этой уникальной ситуации посмотреть, что будет при привлечении внимания к акту называния и без привлечения внимания к акту называния. А в программном соответствии с игровой все были подробно так, что в них можно играть без употребления к акту называниям? Да, безусловно, они не претендуют. Я очень взорвательный вопрос, где ко всем этим сериям напрашивается по группе еще одна, но частично зацепленная Егором, повесить, я тебе его назову, и не назвать никогда. Не пробовали? Интересно, какой будет процент детей, которые, собственно, спросят, а как? Это новое исследование. У меня такое ощущение, что их ситуативность, ну, она ощущается, да, вот просто нервально, да, по поведению, и это очень похоже, наверное, на поведение детей в условии, когда мы привлекаем внимание к акту называния, а потом даем, ой, как-то название, вместе с объектом, но без привлечения внимания к слову. Вот накануне того, как я бы сказала, что это Викса, он бы должен был вот иметь вот такие глаза и сердиться на меня за то, что я до сих пор еще никак это не назвала. Но вот такого железа не было, и даже когда я говорила, а теперь мы с тобой хорошо поиграли, и мы Бису берем в коробочку, вот привлечь его глаза, мне было очень трудно в этот момент, да, он на Бису смотрит, а на меня он не смотрит, он не ждет слова. К сожалению, у него ситуативность такова, что вот за это время, пока мы там от того до того, почти наверняка на меня ничего не спросят, и спокойнее переживут такое непостоянство взрослого. Виктор Иванович, вы вначале на мой вопрос и на вопрос у других сказали, что вот попозже, когда мы копимся этот массив, нужно давать ответы. Готовы ли вы сейчас дать обещанный ответ, что вот в разных культурах, упоминали, есть такая когнитивность, а вы сказали, что, а я вот объясняю по-своему, да, а вот у нас есть другая когнитивность, но это, в общем, когнитивность. Когнитивность. Как вы ответите на дополнительный мой проясняющий вопрос в ситуации, когда взрослые, как дети, еще не знают, как назвать. Это связано с тем, что Менделеев писал письма зарубежным ученым об их ошибках и говорил, что вот то, что вы делаете, не то, а это обладает свойствами неизвестного, как назвать, но я вам назову, это Экоборн. А вот этот вот другой ученый, он ему писал, а это вы тоже ошибку сделали, нужно исправить. Я это называю Экоалюминией. А потом, когда все исправилось, уже запатентовали те названия, которые осуществил тот или иной ученый, который уже знал по замечаниям Менделеева, что нужно сделать. Вот различие когнитивности Менделеева и когнитивности вот тех ученых, с которыми он переписывал. Соответственно, вопрос еще и про то, насколько специфична ситуация, которая описана для детей, поскольку перешли на познавательный процесс у взрослых. Соответственно, сюда сразу можно добавить, что еще. Вообще, вот насколько специфична эта ситуация для детей. Не происходит ли то, что мы наблюдаем по результатам этого эксперимента, в результате является ли это результатом действия каких-то более общих закономерностей работы человеческой памяти. Ну, в частности, здесь, я так понимаю, формируется некоторая связь, которая должна сформироваться в семантической памяти, название объекта. И при этом еще сама ситуация прилегает к эпизодическому памяти. То есть, получается, что у нас вопрос по поводу взрослых и детей и того, какие-то могут быть более общие закономерности. Я бы, честно говоря, сказала, что в общем и целом, безусловно, мне кажется, что все, что здесь сказано про детей относятся и ко взрослым в равной мере за одним исключением, которое вылезло сразу из вопроса из зала. Во-первых, вопрос, почему они не спрашивают, а как это называется? А во-вторых, вопрос, почему они не возмущаются, когда им это дело не говорят? Так вот единственное, чем, по-моему, взрослый в этом месте отличается от ребенка, это просто функция контроля. Он в состоянии понимать, что, ой, конвенцию-то я образовала, а слова-то у меня там нету. Немного было бы дополнить. Как это так? Почему нет? Ну-ка, дайте. И то этот вопрос всплывает не всегда, а под задачу. То, о чем мы сейчас говорили, да, если паспарту висит себе и висит, оно мне не нужно, то я и не буду узнавать, как оно называется, хотя вполне обобщаю и категоризую их. А если я пришел в магазин, и мне надо договориться с другим человеком, то вот тут я уже погуглю, что это за штуковина такая, или у кого-нибудь спрошу. Потому что слово – это только часть конвенции. И не все знание, которым мы обладаем, является конвенциональным. Для меня в этом вопросе гораздо интереснее другая сторона. Чем конвенциональное знание, которое получается в результате социального научения, будет отличаться по другим своим признакам, по тому, как его употребляют, по тому, как оно хранится, по тому, как оно обобщается, по тому, как оно соотносится с другими видами знания, по тому, как оно контролируется, по тому, как оно добывается заново, обогащается лучше. Чем оно будет отличаться от того знания, которое добыто индивидуальным путем, не конвенционального знания? Будет ли оно отличным по процессу его использования и улучшения? Вот это для меня важный вопрос, но я думаю, что два других эксперимента немножко добавить в это подъем, и тогда я попробую сформулировать, чем же, по-моему, оно отличается. Отлично. Тогда сейчас мы прогреваемся. Маша, у тебя там часы, на сколько мы прогреваемся? Максимум на 10. Уже без 10,8 вообще. Да, тогда на 10 минут прогреваемся, пожалуйста, у нас есть часть.